Я говорил, это что такое? Смотри, что я в инете нашла. Жена ненавистничества, угнетение женщины. Не, ислам мне не нравится. Я видел, как он совершает обряды, намаз. Мне это напоминало йогу или медитацию. Он был первым мусульманином, которого я встретила. Так как мы жили вместе, мы общались с ним, он с друзьями жил, и мы все вместе общались. И стали очень близки. До ислама я жила духовной жизнью, причем плотно, но системы у меня не было. Он мне объяснял, и я такая, ммм, круто, здорово. Всем привет, ассаляму алейкум. Меня зовут Адисон Кастион, и я приняла ислам. Я уже где-то два с половиной года мусульманка, альхамдуллиллах. Ислам приняла примерно в ноябре 2018-го. И вот эти крайние два с половиной года, альхамдуллиллах, были для меня, честно говоря, лучшими годами в моей жизни. Я полностью поменялась, превратилась в лучшую версию себя. Моя жизнь полностью изменилась в лучшую сторону. Это потрясающий опыт для меня. По сути, я начала изучать ислам с подачи человека, за которым я сейчас замужем. Мы в Нью-Йорке познакомились. Он был моим соседом по коммуналке. До встречи с ним я не знала буквально ни одного мусульманина. Да, я слышала, что есть такая религия, ислам, но никогда не общалась с мусульманами, ни разу. Честно. Ну, может, в школе раз или два. Школьная жизнь однообразной была. Ну, то есть, получается, да, мусульман я не знала, и об исламе ничего не знала. Так что он был первым мусульманином, которого я встретила. Так как мы жили вместе, мы постоянно виделись и постепенно подружились. Ну, так вот, мы общались с ним, он с друзьями жил, и мы все вместе общались. И стали очень близки. И, медленно, но верно, я начала узнавать об исламе через него. Аль-хамду-ли-лях, аль-хамду-ли-лях. На тот момент я была очень одухотворенным человеком. Религиозной я не была. С детства никакой религии не следовало. Некоторые из моей семьи были католиками, но прям вот сильно религиозными мы не были. Я не была привержена католицизму. Католиком себя никогда не считала. Но я была очень одухотворенной. Я изучала буддизм, занималась духовными практиками, но вне религии. В Бога я верила всегда, но не соблюдала ни одну из религий. Ни одну веру. И вот мы проводили время друг с другом. Друзьями были. Я видела, как он совершает обряды. Намаз, молитву. Меня это очень заинтересовало. Я говорила, ммм, что ты делаешь? Для чего это? Мне это напоминало йогу или медитацию. Я же глубоко изучала йогу. И я такая, вау, классно. Я хотела познать, что это. Он мне объяснял, и я такая, ммм, круто, здорово. Мне нравится, как он совершал пятикратную молитву. Всегда было приятно смотреть. Он несколько раз в день все бросал, чтобы установить связь с Богом. Мне с самого начала это понравилось. Потом я на Рамадан обратила внимание. Извиняюсь за шум. Громко, конечно, сигналят. Я в Индии. Здесь сейчас дождливый сезон. Короче, за окном шторм. Временами гром гремит. Вообще в Индии громко. В доме буквально негде спрятаться от шума. Так что за фоновый шум извиняюсь. Так, о чем это я? А, Рамадан. Ну, он, понятно, постился в Рамадан. А мы же, я говорю, сдружились, очень хорошо общались. На одной площади, считай, жили. Так что друг друга видели постоянно. И вот, когда он постился, я у него спросила, а в чем суть Рамадана, что ты делаешь? И он рассказал мне все. Как они постятся, чтобы натренировать самоконтроль, о духовной дисциплине, о всяком таком, о заботе о бедных, о сочувствии им. Имеется в виду фитр Садака. Он объяснил мне, что пост приучает не фокусироваться на материальном, а больше переводить акцент на духовное. Я такая слушала и думала, вау, такие крутые вещи даже не мусульмане должны делать. И когда он постился, и мы с ним общались, я-то, понятно, еще не постилась, но я не ела и не пила перед ним. И я такая, ну слушай, звучит очень круто. Тот же пост. Я многих знаю, даже не мусульман, кто постится. Это классная практика. Учит самодисциплине, много пользы. И я такая, я тоже хочу поститься. Попощусь с тобой в Рамадан. Ну, постилась не идеально, конечно. Это не было полноценным постом. Я же не из-за религии постилась. Просто хотела попробовать. Ну, в общем, я постаралась. И получилось хорошо. Я это сделала. Большинство дней Рамадана я постилась. Это был невероятный опыт. Было трудно, но это того стоило. Мне понравилось. А вот это празднование Рамадана, все мусульмане вместе, невероятно. Я такая, вау, мне это нравится. И после этого, медленно, но верно, я начала все больше интересоваться исламом. Но там как вышло? Ислам меня очень заинтриговал. Но когда я начала все больше изучать ислам, провела собственное исследование. Я в интернете много нашла такого, что мне не понравилось. Вообще не понравилось. У меня сложилось неправильное представление. И я такая, не, ислам мне не нравится. Не хочу я ему следовать. Вообще не нравится мне. Я изучала все больше и больше. Просто с мужем моим, на тот момент он просто друг мне был. Я спорила обо всем этом. Я говорила, это что такое? Смотри, что я в инете нашла. Жена ненавистничества, угнетение женщины. И он такой, это не ислам. Это культура. Не это настоящий ислам. Это обычаи разных культур. И я такая, ну ладно. Он мне дал хорошие источники. Помог сориентироваться в правильном представлении об исламе. Он объяснял по-дружески, по-доброму. Абсолютно без принуждения, без негатива. Он не пытался мне навязывать свою веру. Я захотела больше узнать об исламе. Я изучала все больше. И я начала понимать, что многое из того, о чем я читала, это не ислам. Это обрывки ислама, переплетенные с культурными обычаями. То есть, по сути, то, что я находила в интернете, вызывало вопросы и сомнения. Были спорные моменты, которые меня тревожили. В каких-то аспектах я сомневалась. И на каждой из таких спорных моментов, в которых я сомневалась, в которых я не видела смысла, я нашла ответ на каждый вопрос. Эти ответы были логичны. И во многом объясняли мои предыдущие убеждения. Я обнаружила, что ислам – это очень логичный образ жизни. Вот помню, находила я что-нибудь, сомневалась в этом, потом находила ответ, и думала, «Боже, какой же глубокий смысл заключен в этом?» Я в исламе находила только мир. У женщины в исламе столько прав. Люди на Западе многого не понимают в исламе. Извиняюсь, тут гром гремит. Так громко это. Просто грохочет. В сезон дождей здесь безумие. Ну, в общем, мы на Западе столько всего не знаем об исламе. Люди на Западе заблуждаются. Они думают, что ислам угнетает женщину, но женщину угнетают просто отдельные люди. Ислам этого не велит. У ислама столько преимуществ над западным образом жизни. В исламе много такого, что люди вот только сейчас начали применять. Вот есть известные слова, они мне очень нравятся. Сомнение — это начало, а не конец мудрости. То есть не надо верить всему, что говорят. Так же и с исламом. Сомнения во мне побудили меня искать ответы. Я захотела изучить ислам. И я во многом сомневалась. Я же говорю, были моменты, о которых я думала, «Не, мне это вообще не нравится». И через это я смогла понять и осознать многое. Вот знаете, я буквально влюбилась в ислам. Честно. Это образ жизни. Красивый образ жизни. Ислам упорядочивает абсолютно все в жизни. Вот знаете, мне очень понравилась структура этой системы. Я уже говорила, что до ислама я жила духовной жизнью. Причем плотно. Но системы у меня не было. Не было структуры, которая бы упорядочивала мое поклонение Богу. Мою с ним связь. Не было системы для жизни на каждый день. И ислам дал мне этот порядок. Ислам упорядочил всю мою жизнь. Абсолютно все в ней. Еда, сон, общение. То, как я одеваюсь. Все. Теперь моя духовная жизнь упорядочена. И моя вера проявляется в моих поступках. Так что, аль-хамду-ли-лях. Я приняла ислам. Приняла, наконец, решение. Я такая, «Все, я готова». А, да. Еще до этого я начала кушать халяльную еду. До принятия ислама. Это были мои маленькие детские шажки. Я иногда садилась на вегетарианство несколькими годами ранее. Хотя я очень люблю мясо. Но я боролась с собой. Старалась быть вегетарианкой. Но что касается массового производства, то, как к животным относятся, этого я никогда не понимала. И не принимала. И когда я узнала про халяль, в подробностях, что это осознанное питание, ты на основе мировоззрения разграничиваешь, что есть, а что не есть. Узнаешь, откуда мясо, которое ты покупаешь, чтобы это было дозволено создателям. В этом есть человечность. Много моментов там. Вот касательно органических продуктов, есть целый лист стандартов, классифицирующих продукты, как халяль. И в этом много осознанности. Хороший способ питания. Мне понравился такой подход. Вообще говоря, диетические ограничения, это хорошо, как по мне. Это хорошо. Не есть все подряд, что попадается. А когда ты думаешь, что ты ешь, откуда оно. Ну так вот. В итоге я приняла ислам. Наконец я приняла решение. Окончательно. В своем решении о принятии ислама. Я была непреклонна.